Начинается матч между командами Куб-Леу, город Краснодар, ЦСКА Академия, город Москва. Мать судеб, Николай Лисов, Василий Ловли, город Краснодар. Второй матч сегодняшнего игрового дня ЦСКА Академия против команды Куб-ГУ из Краснодара. Никто из этих команд накануне не выигрывал и, кроме того, хозяйке этого тура, точнее, хозяину Виктору, ДГТУ-лидер и ЦСКА Академия уступили с одинаковым счетом 2-0. Ну, в общем-то, смотрим. Начинает свою атаку краснодарская команда. Они в серых цветах, Джокер в синей майке. Вот он с мячом, это Попов. Не удалась воздушка, но успел вертушкой таки все-таки. Краснодарский клуб забросить. Степан Евтухов стал автором. И ЦСКА свою атаку начинает. И удачно. Всеволод Малышев, ЦСКА Академия. 2-2. Второй номер. Два вторых номера забросили у команд. Прошла минута. Евтухов. И Малышев. И Малышев. И снова Евтухов. Степан Евтухов. Коп-дил. 4-2. Сам идет Малышев. Отдался тебе передачу. На Ирканова. Ирканов не забросил, а зато он здесь плюс 2. Голкипер вступает в игру. Вступает в игру с броском. Станислав Пивоваров забрасывает. Вот все-таки издалека. От ворот до ворот всегда очень красиво смотрится голы. ЦСКА отыгрывает 2 очка. ЦСКА Академия. 4-6. 6-4. В пользу Купеу. Очень здорово сейчас в оборотах сыграл Сергей Безрукавников. И вчера в матче с Виктором тоже он очень здорово играл в рамке. Но все-таки везение, ну в каком-то смысле только мастерство на Виктора роль сыграл. Все-таки что у ЦСКА, что у Ставропольцев молодежка, но у команды Александра Бородина молодежка играла в том числе и на уровне Суперлиги. И на первенстве это уже выглядит гораздо опытнее и серьезнее. В штангу попадает мяч. Быстро возвращает его в игру армейцы. Прошло 3 минуты. Почему я говорю, что в первенстве России Ставропольцы сильнее, чем ЦСКА? Да потому что состав пляжного ЦСКА Академии это в основном команда Мусор, которая играет в высшей лиге. Да, со взрослыми. И вот тут уже вопрос хороший, какой уровень сильнее, высшей лиги или первенство России. То есть с одной стороны взрослые, сформировавшиеся уже физически парни и молодежь. Но молодежь талантливая, которая в том числе играет и в Суперлиге. Справляется без рукавников здесь. Прошло 4 минуты. Причем внизу на турнирной таблице сейчас находятся ЦСКА Академия и КубГУ после 4 матчей. Ни одной победы вообще в этом туре. Носквичей краснодавцы не одержали. Ворота команды КубГУ назначил штрафной бросок. 6 метров. Гол ворота Пивоварова. Переиграл его Эдуард Клименко. Эдуард Клименко, ЦСКА Академия. 8-6. Ну а на Комсомольском озере постепенно становится жарче, во-первых. И во-вторых, люди наполняют трибуну. Потому что следом игра Ставропольского Виктора, команда хозяйки второго тура. Там нетрадиционно на матчах этой команды. Причем не важно, что за турнир, не важно. Классический гонбол или пляжный. Очень много болельщиков. И перебоны переполнены здесь тоже в том числе. Учитывая, что и вход свободный. Ну, следом все-таки сыграют еще Екатерина Дар и Технолог Спартак. А потом уже Виктор проведет поединок с Краснодарским краем. Не залетает мяч в ворота. Казалось бы, на линии попал в кочку и подлетел, стукнувшись в перекладину. В следующем на очереди матч лидеров возглавляют турнирную таблицу Технолог Спартак и Екатерина Дар. Но белгородцы опережают купанцев на два очка. Классный перехват и вертушка. Все очень мастерски. Взял гонболист Бубгу. В стильной шляпе. Он на площадке, которая передается, видимо, из матча в матч. Вордимир Утка из Краснодарского края играл в ней до этого. Вот попытка броска от ворот снова в исполнении Пивоварова. Но, во-первых, и без рукавников уже вернулся. И мяч пошел, во-вторых, выше ворота. Дмитрий Сычев. Он в роли Джокера. На бросок у него не получился. Пивоваров уже не спешит подниматься и бросать. Трудовой мяч для Егора Дешевых. Попыхтел. Произнес какие-то странные звуки при падении, но он все-таки забросил. ЦСКА отвечает ответным мячом. Эдуард Клименко, ЦСКА Академия. Эдуард Клименко, 12-0. 12-12. Забрасывает на при счете 12-12. 11-11. Вернее, да, поправка. Дешевых. Классный блок мог быть. В штангу снова попадает мяч. И здесь борьба. Но очень активен у ЦСКА Максим Мороз. Осталось две с половиной минуты. Две с половиной минуты до конца. Снова передача и снова каркас выручает ЦСКА. Но Владислав Гловацкий феноменальная передача, конечно, отдает с правого края. Вот не все мячи залетают в ворота. Две минуты до конца сета. И с левого края бросок мопивого араба на месте Станислава. Прямо в порядке сегодня 15-й номер. Но оттуда он уже ничего не сделает. Севалат Малышев забрасывает. 13-12. Впереди ЦСКА. 13-12 счет. Всего лишь одно очко. А разница и здесь очень хорош. Без рукавников и в борьбе не без труда. Вообще бросал. Поворотом Николай Пензев. Все-таки бросил, но в створ уже мяч не попал. Одно очко. Разница. Это получается, что Кубду достаточно было нанести любой бросок, чтобы как минимум сравнять счет. Но Дмитрий Сычев делает небольшой отрыв. Ответная атака. 45. 45 секунд. И ЦСКА впереди. Сычев берет ЦСКА. Был не Сычев с мячом, я приношу свои извинения. Всевалат Малышев. Второй номер. Оказалось мне, что 14-й был с мячом. Но нет, в роли Джокера. Именно он. Дмитрий Сычев. Давай, давай, спокойно. Вводит мяч угром на ЦСКА. Персонально Малышева держат краснодарцы. Но он с мячом все-таки. И отдает еще и передачу. Точную передачу. Николай Жуков. ЦСКА Академия. Николай Жуков переграл Андрея Бурку. 20. 16. 13. Становится счет. Плюс 3. На очках разница. Дешевых. Штанга. Снова штанга. В который раз уже именно в этих воротах она вступает в игру. 5. Ну, можно потихоньку и время потянуть. Издалека бросает Малышев. Несложный бросок для Андрея Бурки. Закончился первый период. И на этом первый сет завершается. В пользу ЦСКА. Смотрим второй. Счет по сетам. 1-0. Стрельба. 3-0. 2-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Каусь. Продолжение следует... 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 Эдуард Клименко. Будет бросать. Родом он из Санкт-Петербурга. Но выступает за ЦСКА. Бросок в правый угол. И забрасывает Эдуард Клименко. Эдуард Клименко. ЦСКА Академия. 8-6. 8-6. Он выводит свою команду вперед. Осталось 2,5 минуты. 2 минуты до конца первой партии. Классная воздушка. Не залетает. Все-таки мяч в ворота. На месте Ряполов. Морозов. Успокаивает немного игру. Голубо. Пробежка все-таки зафиксирована. Да. Чуть-чуть переборщил с шагами Джокер ЦСКА Академии. И это тоже фулл в обороне. Не успел нормально подставиться защитник. Михаил Михалап. 8-8. 8-8 выравнивает игру Михалап. А пока что все матчи, которые мы с вами наблюдаем сегодня, они завершаются. Точнее, не завершаются, а проходят, скажем, в равной борьбе. Хотя бы эпизодами, но тем не менее. Ну как все, это только второй матч. Да, но Краснодарский край доберет, то увидела оба. Светом оказали максимально равные. Сейчас ЦСКА выходит с первого тысячи восемь счет и последняя минута стартует. Болк аф. Мимо ворот улетает мяч после броска правого окрайнего. Руководит команда и в воротах пиловаров. Прекрасный вид он на обзор. Прекрасный. Замечает, кого надо одержать. Морозов, а сам-то может бросить. Лишний шаг. Свет сделал в итоге пятный номер и Куб Гоу берет тайм-аут. Осталось 25 секунд. Счет 10-8. Впереди команда ЦСКА Академия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двадцать секунд. Остает на два очка Куб Гоу. И нет, и не догоняет. И не догоняет благодаря девятому номеру, который расположился в оборотах ЦСКА. Степан Реполов выручает сейчас армейскую команду. Пиловаров не успел даже бросить. Допустим, второй период со счетом 10-8 в пользу команды ЦСКА Академия. Ааа, ЦСКА обыгрывает. Пользу счет матча 2-0. Команду Куб Гоу. И это, в общем-то, победа уже во втором сете 2-0. Ну а следом нас ожидает игра лидеров. Екатеринодар из Краснодара против «Спартака-технолог» из Белгорода. Команду Куб Гоу.